Уважаемый Михаил Ефимович, Олег Валерьевич, Анатолий Петрович, главы наследов, коллеги, руководители учреждений и предприятий, разрешите мне ознакомить вас со второй частью доклада. Ни технический прорыв, ни экономическое процветание в нашем Лусе невозможны без формирования главной составляющей этой духовно-нравственной базы. Перед постановкой вызовов и амбициозных целей среди руководителей по демографии, социальному развитию, повышению качества жизни людей, нужно опираться на свою идентичность, единство и солидарность, которые строятся на традиционных ценностях. Это милосердие, честность, справедливость, забота о ближнем и семье, уважение к родителям и детям. И, конечно, это любовь к нашему Лусу, любовь к своей родине. В нашем Лусе большие территории, труднодоступные наслега, есть малонаселенность, как в южных наслегах, суровые климатические условия. Поэтому проблемы демографии выходят на первый план. Они тесно связаны с национальными, ведомственно-групповыми и персональными интересами руководителей в наслегах. Служащий со здоровым правосознанием должен отодвинуть свой личный интерес, постараться постигнуть цель, преследуя общий интерес. Он своим личным примером должен показать, что любовь к родине предполагает заботу о ее судьбе. Решение встающих перед ней проблем с выгодой не только для себя, но и для Родины. А идеи патриотизма необходимо возвращать на передний план, борясь с открытой пропагандой глобализма и потребительства, которые сейчас идут из информационного виртуального пространства. Наша задача заключается в том, чтобы определить внутреннюю взаимосвязь патриотизма и демографии. Решение этой задачи сложное и предполагает предложение следствия способов ее практической реализации. Разрешите озвучить основные акценты, прозвучавшие сегодня в ходе рабочего совещания. Начальнику отдела молодежной семейной политики. Подготовить и представить в Минстрой пакет предложений по увеличению квот на ЕЖС для поддержки молодых семей и специалистов. Не будет жилья, не будут приезжать, не будет занятости, не будет спроса. Реализовать проекты, предусмотренные в нашей муниципальной целевой программе по занятости. Она не должна дублировать региональную, а выделение средств по муниципальной программе. Разработать и утвердить улусное положение и регламент комиссии по соцконтрактам. Сейчас действует только региональное положение. Совместно с улусной комиссией по соцконтрактам, наслежными комиссиями освоить до первого полугодия выделенные Минтрудом квоты для одинокопроживающих, малоимущих жителей. Представить дополнительно перспективные проекты для создания самозанятыми личного подсобного хозяйства и ИП. И запросить выделение дополнительных квот, не освоенных в других улусах Якутии. Потому что у нас есть одинокопроживающие с перспективными проектами. А у нас всего 4 квоты в год на создание ИП для одинокопроживающих. В год здоровья в республике внедрить на территории улуса разработанную акционерной обществом САХА-формация мобильного приложения для покупки гражданами лекарственных средств с размаркировкой. Это для нас очень актуально в трудноосудных, особенно из-за речных наследов. Совместно с главой второго мальчагарского наслега и имеющимся инвестором Минздравом на основе предлагаемого типового проекта модульная врачебная амбулатория отведенного земельного участка построить на основе ГЧП медицинский современный объект. И этот опыт предложить другим наслегам. Потому что по программе модернизации первичного звена здравоохранения у нас, к сожалению, до 2025 года сейчас осталось только строительство в Качикатцах отделения. Поэтому мы должны использовать и эти моменты. Совместно с муниципальным образованием Синский наслег, Хангаласской ЦРБ и САХА-формация обучить в рамках соцконтракта медсестру на помощника фармацевта пройти лицензирование на фарм-деятельность, уже построенной в начале этого года модульной врачебной амбулатории, и начать отпуск к населению южных наслегов лекарственных средств. Совместно с райсоветом УЛУСа рассмотреть на майской сессии депутатов правозаконодательную инициативу создания лицензионной передвижной автоаптеки для обслуживания заречных и южных наслегов, подготовить пакет документов на рассмотрение данного вопроса в постоянный комитет по здравоохранению, провести рабочую встречу для всестороннего межведомственного изучения данного вопроса. Это для нас тоже очень актуально, и мы эту работу уже ведем. Совместно с главами УЛУСа, пенсионным фондом, соцзащитой подготовиться к распределению новых социальных выплат, рассмотреть вопрос перехода на оказание социальных муниципальных услуг в дистанционном режиме на постоянной основе. Управлению делами администрации. Разработать и направить проект соглашения между УЛУСом и Северо-Восточным федеральным университетом для подписания с целью дальнейшего и постоянного социологического исследования всех аспектов социально-экономического положения УЛУСа. Усилить посредством имеющихся официальных источников СМИ информационно-разъяснительную работу как в УЛУСе, так и в Наслегах с приоритетом изложения в доходчивой и правильной форме по имеющейся схеме квотирования, привлечения методистов. Начальнику управления экономического развития совместно с главами поселка Максоголов, Тумульский наслед, агентством привлечения стратегических инициатив и Минэкономики. Привлечь крупного инвестора для создания двух имеющихся у нас якорных проектов по производству и туризму, выделенных земельных участков имеющихся, согласно утвержденных генпланов в этих наследах. Внедрить по проекту креативной экономики на территории УЛУСа, разработанного резидентами технопарки Якутия, мобильного приложения для ремесленников УЛУСа, предпринимателей, производителей различной продукции. Сейчас демо-версия уже готова, как только она пройдет апробацию, она здесь будет в мобильном приложении, и каждый может это скачать и уже работать по этому вопросу. Совместно с КУМИ, главой второго Мальжагарского наследа, Покровским колледжем и ИП запустить в подворье, уже в этом году, в местности Иланка, музейный комплекс, основать там туристскую практику. Совместно с главой первого Мальжагарского наследа, предпринимателями, организовать точку роста социальной активности по предложенным проектам. Это мед, личная пристань и кафе. Начальнику ДСХ освоить эффективно выделенные средства и реализовать разработанные проекты в год развития семейной экономики УЛУСа. Совместно с главой Немегинского наследа, организовать в летний осенний сезон работают двух имеющихся семей личного подсобного хозяйства, как проект в рамках развития агротуризма, готовых уже принимать на размещение семей из города Якутска. Данную практику предложить на рассмотрение другим главам УЛУСа, начальника управления инфраструктуры, подготовить проект обоснования в эконом-совет, на предусмотрение департамента единого заказчика. Это нам позволит разрабатывать проектно-сметную документацию, не стоять в очередях и предусматривать уже более оперативно строительство наших социальных объектов, то же самое жилье, те же самые социальные объекты, чтобы привлекать, делать точки роста именно у нас в УЛУСе. Совместно с Управлением экономического развития усилить работу по привлечению внебюджетных источников для увеличения баллов при отборе и включении проектов в программу комплексного развития сельских территорий. У нас постоянно не хватает баллов именно в этой части, и поэтому мы проигрываем и не можем получить средства на строительство социальных объектов. Проработать механизм взаимодействия с Якутской Энерго, нашим монополистам, по подключению перспективных объектов к электросетям для увеличения мощностей. Сейчас у нас есть предприниматели, которые хотят развиваться, но им не хватает мощностей для подключения оборудования. Это тоже очень актуально. Проработать механизм реинжиниринга завода базальтовых материалов с целью сохранения рабочих мест и запуска перепроизводства. Прошли консультации. Саха-базальт можно заменить на изготовление арматуры, изготовление Минваты и сбыт делать. Необходимо, используя различные инструменты, которые я указал, хорошую аналитику с практическими рекомендациями в помощь Северо-Восточного федерального университета, который нам окажет в рамках соглашения, людские активные ресурсы, это наши некоммерческие организации, наши общественники, усилить межмуниципальное взаимодействие между нас легами, производственные инновации, уметь и готовность, противостоять вызовам. Каждый глава наслега должен активно работать, иметь заинтересованную команду. Сейчас мы видим на примере нашего УЛУСа, маленькой республики. Там, где активный и деятельный глава наслега, там идет позитив. Активируются общественники, предприниматели, там реализуются соцконтракты, муниципальные, региональные, федеральные программы. Идет жизнь поступательно вверх. Нужно положительный опыт, который у нас есть в наслегах, распространить по всем наслегам, где это возможно. Патриотизм или чувство Родины, по своей сути, это одно из самых драгоценных чувств. В нашем УЛУСе, как маленькой республике, повторюсь еще раз, где живет много национальностей, имеются различные языки и обычаи. Уже более 300 лет. Вкусы, уклады и условия. Человеку необходимо консолидироваться с согражданами, проявить верность и патриотизм, как неизбежные целесообразные атрибуты жизни. Представляется, что главным средством совершенствования демографической политики УЛУСа является возврат к консервативным идеям, как подчеркнул в своем докладе Павел Николаевич, в основе которых многовековая национальная культура, верование и семья. Идея консервативных преобразований в состоянии противостоять угрозам глобализации и стать предтечей одновременно демографического, патриотического и духовного возрождения. И решение демографической проблемы – это не озабоченность каждого жителя УЛУСа высоким уровнем удовлетворения собственных потребностей, а идея сильного УЛУСа – высокого уровня собственной духовности и справедливости, передаваемая из поколения в поколение, когда забота о семье и детях выступает залогом будущего здоровья нашего УЛУСа. Спасибо за внимание.